Самое свадебное время это, конечно, лето и начало осени. Но и зимой работы сотрудникам ЗАГСа хватает. Чтобы провести регистрацию брака, нужно серьезно подготовиться. Пары приходят очень разные. Есть очень молодые, есть возрастные, есть уже с детьми, есть пары, которые ждут ребенка. Одну свадьбу проводили в вертолете. Очень любят проводить на корабле, на полянках. Одна очень красивая регистрация была, это мы проводили уже во дворе оперного театра. Любят проводить стилизованные свадьбы в каком-то одном стиле. По-техасски, по-чикагски, по яблочным спастам. Когда все в яблоках и, соответственно, украшает весь дизайн. Она была свадьба, когда... Почему-то это было связано с бирюзой. Поэтому было предложено всем дамам иметь в своем наряде что-то цвет бирюзы. Мужчин были галстуки и было очень красиво. Популярными среди пермяков, по наблюдениям Эльвиры Федоровны, стали не только необычные свадьбы, но и нетрадиционные дни регистрации брака. Настоящий свадебный бум был в среду 12-12-12 и в воскресенье 10-10-10. Четверг, 14 февраля, День всех влюбленных, тоже не стал исключением. Несмотря на то, что это будет четверг или понедельник, то, как правило, ДК Солдатова, они в этот день, как правило, проводят церемонию регистрации, поскольку желающих очень много. Мы уже все это прошли 0-7-0-7, 0-8-0-8, и 9, и 12-12. Нельзя настраиваться на какие-то цифры жизни, семья. Это такой тяжелый труд, который ты должен, если ты хочешь жить вместе, надо обоим трудиться. Все, другого правила успеха нет. Спасибо.